Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Честное мнение» в студии Светлана Ладина и сотрудник Центра защиты материнства «Колыбель» Екатеринбургской епархии Павел Бузов. Павел, добрый вечер! По цветам, которые стоят на нашем столе, вы можете сделать вывод, что мы все-таки решили поговорить про 8 марта. Не в преддверии праздника, а постфакту. У нас вопросы, друзья, отмечали ли вы этот праздник? Стал ли он непреодолимым искушением, которое в результате испортило вам пост? Если отмечали, как именно? Много версий существует о происхождении праздника, какую лично вы считаете достоверной? Ждем ваше «Честное мнение». Звоните нам по телефону 379-65-70, код города 343, пишите ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз». Павел, как прошло 8 марта? Лично у вас. 8 марта прошло замечательно. Дело в том, что у нас по плану было намечено обсуждение 1 июня. Мы готовимся к Дню защиты детей. 8 марта обсуждали 1 июня. Только мы это кто тогда? Центр защиты материнства коллеги? Центр защиты материнства, конкретно добровольцы, которые участвуют в наших акциях. Что же касается самого поздравления, ну, если честно, я запутался уже с этими праздниками. И потому что, ну, вроде бы все с тюльпанами ходят, с другой стороны, праздник какого-то непонятного происхождения. И в итоге, да, в итоге я, короче, никого не поздравил толком. Мне стыдно, да. Паша, а маму поздравил? И маму не поздравил. Пользуемся, пользуемся служебным положением, пользуемся эфиром телеканала «Союз». А чем вот поздравлять вот тогда? Так, ну, это всегда вот, как называется, это называется, вот есть замечательная отмазка. Я в этот день не поздравляю, потому что вообще каждый день это хороший повод, чтобы поздравлять. За этим следует то, что не поздравляются вообще никогда, да. Ну, то есть, я не знаю, с чем поздравить. Ну, по идее, 8 марта нужно поздравлять с праздником женщины-революционерки. Ну, я маму никак не могу считать революционеркой, но, тем не менее, некие боевые качества у мамы всегда присутствовали. То есть, я очень маме благодарен вот за то, что эти боевые качества тоже помогли нас с братом как-то воспитать. И, что называется, привести в разум истины. Поэтому маму вот постфактум поздравляю с... А с весной? С весной. А с солнышком, а с теплом? Ну, на самом деле, можно действительно гораздо, вот если по-хорошему, можно много более таких жизненных, естественных поводов найти, да, чем какая-то дата конкретная, да. Просто дата – это хорошее напоминание, но, я думаю, не более того. То есть, в принципе, вот есть праздники православные, да, там День Жен-Мироносец, скажем, да. Ну, это праздник, это дата, скажем, да, это какой-то, реально какой-то праздник. А вот дата такая, как 8 марта, ну, она должна служить напоминанием о том, что, в принципе, надо вот женщин поздравлять каждый день по поводу и без повода. Ну, не то, что поздравлять, а просто, может быть, какие-то знаки внимания друг другу оказывать. Всегда же говорят, что поздравление 23 февраля – это инвестиции в 8 марта. У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло. Добрый вечер, Светлана, забыл, как зовут ваш, собеседник. Это Павел. Здравствуйте, Евгений Александрович. Ну, что вам сказать, я этот праздник в последнее время уже давно не праздную. И не считаю это праздником. Потому что своих женщин надо любить каждый день, не раз в году, это во-первых. Тем более праздники по эндерному признаку, как их можно праздновать. Так, я так же сам они праздную 23 февраля. Евгений Александрович, ну... Потому что здесь подоплека еще такая, знаете, чисто большевистская. Мне они не нравятся, эти праздники. Хорошо, а в воскресенье же он мироносец. Ну, это же другое дело. Это праздник настоящий, а это выдуманные праздники, понимаете? Одна там феминистка в Германии придумала. 23 февраля, я не знаю вообще, что там празднуют. Красную армию разбили в этот день. Пух и прах. Кто-то там празднует, не пойму. Ну, в общем, эти праздники как-то трансформировались. То есть сами поводы забылись. А вот какие-то поводы для того, чтобы сказать приятные слова, сделать подарки, пообщаться, повстречаться с дружеским столом. Ну, вот они и остались. Кто-то к этому относится отрицательно, кто-то положительно. Вот из тех, кто относится отрицательно, у нас много отзывов в ВКонтакте, на Фейсбуке, на форуме. Вот так, чтобы полное неприятие. Я вижу только два таких мнения. Остальные их достаточно много. Все-таки, ну, знаете, как бы мы особо не празднуем. И повод-то так себе. Но зато можно сделать друг другу приятное. А почему бы этим не воспользоваться? Ведь это и в пост уместно. Собственно, вот. Павел, ну, хорошо. Было заседание по поводу 1 июня. Какие-то секреты нам раскроете? Ну, мы эту акцию уже проводили два года назад, в 2013 году. Акция связана с тем, чтобы выразить благодарность родителям за... Ну, за жизнь. За то, что они родили. Да. Но мы хотим в этот раз все провести более масштабно. И мы, собственно, думали над тем, как сделать вот эти видеообращения, которые мы записывали два года назад. То есть мама, папа, я такой-то, такой-то. Спасибо за то, что вы меня родили. Спасибо за жизнь. Просто мы увидели, что эти обращения, когда они выкладываются в интернет, но они там висят, скажем, два года висят, и там шесть просмотров, скажем. То есть явно нужно что-то придумать. На телеканал «Союз» их отдать? Можно попробовать, но все равно это нужно, чтобы они стали реально интересными для зрителей, вне зависимости от контекста. И пока мы в процессе, пока не буду раскрывать, есть кое-какие идеи. В общем, имейте в виду, вот где-нибудь там накануне 1 июня, наверное, будет передача на эту тему, я так думаю. Да, я очень надеюсь, и очень надеюсь, что уже после этой акции, а в ее ходе все прохожие, которые попались на встречу добровольцам Центра защиты материнства «Колыбель», имеют возможность написать своим родителям, подписать уже существующую открыточку «Мама, папа, спасибо за жизнь, вот я такой-то, такой-то, мне столько-то лет, кстати, к этому столько-то прибавляется еще 9 месяцев, то есть с момента зачатия, сколько человек, каков его возраст. И вот спасибо за то, что вы меня родили. А кроме того, можно записать видеообращение, которое, я надеюсь, мы увидим в нашем эфире и у нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Меня зовут Ольга, я из Новосибири-Связовского сижу. Дело в том, что вот я нынче, ну, как бы не совсем как бы отказалась от 8 марта, в принципе, получала поздравления, отвечала на эти поздравления. Да, педиоксином немножко нарушила поздравления. Но знаете, на что я обратила внимание? А вы знаете, вот были люди с подарками, с цветами мужчин, а радости в глазах не было. Понимаете? И в Новый год я обратила внимание, что все равно вот эти вот мирские праздники, они не дают какой-то внутренней радости. И глаза у всех были, ну, понимаете, какие-то, ну, не то, что пустые, но радости все равно не было. Я не знаю, чем это объяснить. Вроде веселят нас по всем каналам, по всем телевизорам, значит, целый день. А мы перестали радоваться русский народ, который, в принципе, плясал под траляля, под гармошку, на ложках сам себе подыгрывал и находил радость жизни. Поэтому меня вот это вот огорчает потихоньку. А сам праздник, я, в принципе, против того, что улицы носят название революционеров, и на которых стоят храмы, ну, с этим, ну, это, наверное, сложно сейчас переделать. Ну, вот мое мнение. Спасибо. Спасибо вам огромное. Меня понравилось. Спасибо. Ну, вообще, вот, в основном, те отзывы, которые оставлены у нас в интернете, говорят о том, что, да, наши зрители вот так же не видят особой радости. Праздник этот сами, как бы, не отмечали бы, но если поздравляют, то не отвечают гневной отповедью, что это не православно, у меня великий пост, да, и так далее, и тому подобное. Не вдаются в историю Розы Люксембург и Клаши Цеткин, а просто сердечно благодарят, и, наверное, это самая нормальная реакция христианская. У нас звонок. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я раба Божья Лидия Федоровна из Оренбурга. Да, Лидия Федоровна, слушаем вас. Вот понимаете, очень важно проявлять любовь к близким. И в моей жизни произошел в связи с этим такой случай, который мне показал, что всегда надо проявлять любовь. Два года назад, 8 марта, мой муж, нам уже по 80, сказал мне, так хочется поздравить всех моих женщин, с которыми я работала с 8 марта, хотя это вроде и теперь не празднуется. Я говорю, ну, если хочешь, поздравь. И он всем-всем позвонил, сказал очень хорошие, ласковые слова друзьям, наверное, человеком 15. А через два дня он умер. Понимаете? У него был сердечный приступ, он умер. Но они его все запомнили вот таким, как он их поздравлял. Он проявил любовь. Он поздравлял их не с каким-то там революционным праздником, а с днем весны, любви, радости, с такой любовью. И они его так и запомнили. Так что не дело в том, какой праздник, а дело в том, что надо всегда проявить любовь. Спасибо. Спасибо вам, Лидия Федоровна. Спасибо. Нам написала одна из зрительниц на форуме, Дарья, что вот сегодня, это 9 марта, и устроить бы праздник. Напоминает о том, что сегодня день рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Кстати сказать, в семье, где родился Юрий Алексеевич Гагарин, было четверо детей. Ну, вместе с ним. Павел, просто это ваша тема. Центр защиты материнства «Колыбель». Семья была многодетной? Ну, да. Тут, понимаете, проблема в том, что каждая многодетная семья, да, уже как только это многодетная, а, это значит, вот этим особые фанатики занимаются, да, в «Колыбель». Нет, ну, и обычная русская семья, да, у Гагарина была, ну, четверо там, у кого-то семеро, у кого-то двое, да. Но просто, ну, реально, я не думаю, что они в то время сильно увлекались вот этими праздниками, там, да, 8 марта и так далее, просто себе жили нормально. Я просто видел дом, в котором жил Гагарин, и рядом с домом такой есть памятник. Памятник как бы Гагарину, но на самом деле памятник его маме, потому что там в натуральную величину такая стоит скамейка, и с краю на этой скамеечке сидит, тихо вот сидит такая женщина скромная, ну, это мама Гагарина, она его ждет. Вот, ну, реально потрясающий праздник, мне кажется, потрясающий памятник, мне кажется, что ну, когда, когда поздравляем, когда поздравляем своих мам, своих родителей, да, с 8 марта в том числе, ну, наверное, стоит вспомнить этот образ. Ну, это действительно, причем она была не только женщиной, которая воспитала вот такого человека номер один, который шагнул в космос самым первым, да, она ведь была человеком верующим, который этого не скрывал, это же известная история, когда на приеме в Кремле к святейшему патриарху подошла какая-то женщина и благословилась. Вот, и когда у членов Политбюро или у кого там была, значит, такая негативная реакция, а кто это вообще такая? Истинная женщина. Это мама Юрия Алексеевича Гагарина. Женщина эволюционерка в хорошем смысле слова. Здорово. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, мы, вы в эфире, но мы тоже, вы вас, мы вас слушаем. Я поддерживаю женщину, которая недавно позвонила и сказала, что нужно все исходить из любви. Все же таки в этот день людей, большинство женщин и мужчин как-то верят в этот праздник, они улыбаются, несут цветы, и даже те женщины, которые никогда не видят внимания от своих мужчин, они получают какое-то внимание, получают поцелуй, получают цветочки. Я думаю, что нужно исходить из любви, а не уничтожать там этот праздник. Если будет время, он сам собой уйдет. А вот насчет Жон Мироносец, ведь очень, только верующие знают этот праздник. И просто люди не поймут, как-то вот я так считаю. Спасибо вам большое. Кстати, по поводу 8 марта и Дня Жон Мироносец, одна моя замечательная знакомая, которая училась на Ригинском отделении, рассказывала, как ребята-семинаристы принципиально не поздравляли их с 8 марта, ну потому что это не наш неправославный праздник, но с Днем Жон Мироносец тоже умудрились забывать поздравлять. И напоследок история от Ксении Кабановой, которая произошла вчера в одном из храмов Екатеринбурга. Мы не отмечали и не собирались, но ситуацию изменил Рашид условное имя. Вечер, служба закончилась, прихожане разошлись, и вдруг на пороге появился он, Рашид. Он держал большие упаковки с тюльпанами и озирался в поисках батюшки. Батюшка нашелся, и Рашид произнес, мне хозяин велел в храм отвезти к иконам и для женщин. Получил расписку за цветы и удалился. Так у Богородицы, у многих прихожанок и даже у некоторых матушек внезапно случилось таки 8 марта. Спасибо Рашиду, ведь цветы это всегда здорово. Павел, спасибо за участие в нашей программе. Приходите к нам еще. Друзья, мы благодарим вас за внимание и за участие в этом обсуждении. Всех, кто считает весну праздником, поздравляем с этим праздником и желаем доброго весеннего настроения и богоугодного поста. С вами была программа «Честное мнение». Даст Бог завтра. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»